Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы и сегодняшняя глава называется Китаво. Маше говорит нам, что когда мы перейдем Иордан, то мы должны будем встать на двух горах. Так, часть людей станет на горе Гризим, написано, что эти будут благословлять на горе Гризим, а вторая часть будет проклинать на горе Эйваль. Левиты становятся посредине между этими двумя горами и они будут провозглашать проклятие. Написано, что повелел Маше народу в тот день, говоря, эти будут стоять и благословлять на горе Гризим, когда перейдете вы через Иордан. Шимон и Леви, Игуда и Сахар, Йосиф и Бениамин. А эти должны будут стоять и проклинать на горе Эйваль, Рювен, Гад и Ашер, Зволун, Дан и Нафтали. И возгласят левиты и скажут громким голосом каждому человеку в Израиле. Проклят человек, который сделает из вояния и литого кумира, мерзаясь пред Богом изделия рук мастера и поставит тайну, и возгласит весь народ и скажет Амин. Что такое проклятие? Мы в Торе знаем, что когда Наах проклинает своего сына Хама за то, что он поступил с ним зверски, что он зашел, увидел отца голым, который напился виноград, на виноград вырастил, сделал вино, напился. И он воспользовался ситуацией и взял, кастрировал отца. И изнасиловал там еще пять видов. Что-то зверс такой совершил с отцом. Ну и он, когда узнал, что с ним случилось, когда он отошел от вина, он проклинает не Хама, вдруг он проклинает Кнаана, четвертого сына Хама. Наши мудрецы говорят, что это такое? Чего это хам совершил? Преступление, почему он может проклясть его сына? А закон тоже такой. Значит, тот, кто благосовен, его не проклянешь. Если все вышли благосовен, Шема, Хама и Ефета, которые вышли из Ковчега, то уже проклясть их невозможно. А вот хам, да. Так почему он проклинает Никуша, первого сына, хама? Не всех детей хама, а братья четвертого сына. Потому что Наах говорит, ты не дал родиться моему четвертому сыну, то за это я проклянул твоего четвертого сына. То есть Наах пишется, что жил Наах после потопа, 350 лет и умер. И не написано, что рожал сыновей и дочерей, как все другие. Потому что, когда он вышел из Ковчега, у него были три сына, и дальше он уже не мог рожать, он его кастрировал. И получается, что его проклятие сработало. Вот эти люди, потомки хама, темнокожие люди, не все темнокожие, но часть их стала рабами. И действительно, среди африканцев много рабов. Вот так стали рабами. То есть проклятие сработало. Где мы еще видим, как работают такие вещи, когда говорит праведник, наоборот праведник. Естественно, не все проклятия срабатывают. Именно праведников срабатывают. Мы видим Яков, наш прадец. Он одну фразу сказал. Когда Рахель похитила идолов, Яков не знал, что она их похитила. А Лаван начал искать своих идолов у Якова. Обыскал все его вещи, не нашел. И когда Лаван ему говорил, что зачем ты украл моих богов, если ты ушел, так Яков сказал, кто это сделал, пусть не живет. И написано, что он не знал, что она их похитила у отца идолов. Она это сделала с хорошей целью. Она не хотела, чтобы отец поклонялся идолам. Она их забрала. Но, так как Яков был праведником, то это сработало. Через два года Рахель рождает детей, рождает Бениамина. Медраж пишет, еще родились с ним две сестры и умирает. И вот только его слово, то, что он сказал, достаточно было, чтобы Рахель дальше не жила. Что такое проклятие? Так это работает. И когда злодей пытается проклясть, Всевышний это не дает. Какой бы он ни был мудрец, что бы он ни хотел, мы смотрим, когда нас хотел проклясть, пророк Белян, что он не хотел, как он не пытался, что ничего не вышло. То есть, праведник может проклясть, злодей проклясть не может. Это так работает. И иногда боятся таких вещей. Дальше. Проклят, позорящий отца свою, мать свою, и скажет весь народ Амон. То есть, у нас есть законы в Торе. То есть, если написано дочь Коина в доме отца своего еще живет, и она осквернит себя блудодейством, то в огне будет сожжена. То есть, такое жесткое наказание. Почему? Позорит своего отца, свой дом позорит. То есть, очень строгое это наказание. Проклят, передвигающий, межу ближнего своего, искажет весь народ Амон. То есть, если Всевышний подарил человеку его участок, или на твой участок, ты не можешь хоть на какие-то миллиметры даже сдвигать эту линию. Проклят, сбивающий слепого с пути, искажет весь народ Амон. Ну, есть у нас заповедь «Не клади перед слепым препятствия». Гелель, наш величайший мудрец, он говорит так. Значит, ну, это быть садистом каким-то перед слепым положить препятствия, там, или слепого с пути свести. Но, работает так. Парень говорит девушке «Ты со мной переспи, и я на тебя женюсь». И это называется «Ты сбивающий слепого с пути, или перед слепым вложишь препятствия». То есть, это работает. За это человек может быть проклят. Проклят, искажающий закон для пришельца, сироты и вдовы. Искажет весь народ Амон. То есть, человек, который пришелец, сирота и вдова, они особо, особая категория людей, они слабо защищены. То есть, малозащищены. И Всевышний особенно к ним относится щепетильно. Он говорит, если вы будете с ними так поступать, то ваши дети станут сиротами и жены и вдовами. проклят, отражающий женой отца своего, за то, что он открыл наготу отца своего. Искажет весь народ Амон. У нас есть пример. Написано, что Реувен лег с Бильгой на ложнице отца своего и услышал Исраэль. И стало у Якова двенадцать сыновей, первенец Реувен, пишется. Но раз наши мудрецы говорят, нельзя даже понимать, что он с ней прелюбодействовал, по прямой ему тексту впечатление текста такое. Но если бы он действительно с ней прелюбодействовал, с Бильгой, то тогда кто бы его назвал в следующей строчке уже первенцем. И поэтому мудрецы говорят, он просто вмешался в отношение отца с его женами. То есть после смерти Рахели Реувен считал, что теперь Яков должен жить только в своей матере с Леей. А он с Бильгой жил с Бильгой. Но Реувен не понимая, что отношение отца с его женами это только их отношение и туда лезть нельзя. Он там влез. И Тора это приравняет с прелюбодеянием. Пролухой поступок и в книге Девраами мы знаем, что он лишен за это первенства. И первенство получил Йосиф. Мы видим, что Йосиф получил два колена вместо одного. Получил Минаша и Ефраима и две земли у него получилось. То есть двойная доля первенства перешла к Йосифу. Так наши мудрецы говорят. Проклят сложащийся с кем либо скотом и скажет весь народ Амон. Проклят ложащей сестрой своей дочерью отца свою или дочерью матери своей и скажет весь народ Амон. То есть мы видели, как сын Давида возжелал свою сестру Тамара. Его звали Амон. Он был от одной жены сына, она от другой жены Давида. И вот он ее возжелал и хитростью заманил ее и насильно овладел ею. Потом мы знаем чем это кончилось. Он погибает от рук ее брата. В общем это плохое дело. Проклят ложащийся тещей своей и скажет весь народ Амон. Проклят убивающий ближнего своего тайна и скажет весь народ Амон. Проклят берущий взду, чтобы погубить человека против крови винового и скажет весь народ Амон. То есть взятка это отвратительное дело. Особенно когда эта взятка касается жизни человека, что человек может пострадать, что его могут убить, провелить невинную кровь. То есть мы знаем, что был у навота прекрасный виноградник, царь Ахал пытался его купить, он говорит, батюшка царь, это же наследство моих предков, как я дам этот виноградник. И царь был расстроен. Он рассказал жене, почему он был расстроен. Ее звали Изавель. И она говорит, это ничего страшного. Она наняла двух свидетелей, которые сказали, что он проклянул Всевышнего и царя. Ну, навод был казнен, убит, кровь пролилась. В общем, это был ужас, конечно. Но пролил кровь невинного, действительно. потом это все сработало, они тоже им не позавидуешь, расправа была жестокая с ними, но факт тот, сделали то, что не надо. Так, проклят тот, кто не выполнил слов учения этого и не исполнил их, и скажет весь народ Амон. нам надо очень серьезно относиться к этим вещам, потому что возмездие во всех случаях потом приходит, зря ничего не проходит, даже если человеку что-то удалось сделать, и Всевышний все равно нас не забудет. Если мы будем нарушать эти законы, придет время, Всевышний долготерпеливый, иногда долго вас ждет, но потом приходит время, и мы получаем по нашим заслугам, поэтому как можно меньше нарушать законы, и Всевышний нас за это благословит. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Павел Бен Ефим, Владир Бен Григорий, Хайм Малка Бат-Йосев, Самуил Бен Герш, Мира Батаврагам, Розавод Михаэль, Памяти Яков Бен Нахум, Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, За здоровье Светлана Бат-Клара, Рахен Бат-Лилия, Клара Бат-Броня, Фейга Бат-Берта, Ирина Бат-Бен Мэра, Бат-Мира, Ирина Берта Бат-Фейга, Шимон Бен Исхак, Борис Бен Мария, Полина Пер, Бат-Соня Сура, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Ривка, Анна Бат-Елена, Елена Бат-Клара, Евгений Бат-Софья, Двора Бат-Мирия, Моисей Бен Ева, Йосиф Бен Раиса, Евгений Бен Ита, Фрима Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Леонид Бен Клара, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен Берта, Юлия Бат-Белла, Йосиф Дан Бен Сара, За масло Барнаса Сгула, Ароны Ри Бен Ури, Ирина Батури, За хороший дух Ароны Ри Бен Двойра, Денис Бен Нахум, Авигаль Бат-Сара, Барнаса и Брюд, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха парнаса, Кавана, что мы в это время не грешили, читали Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, всех всяческих успехов, и до скорых встреч, надеюсь, оно состоится завтра в 15.30. Шалом!